Эпицитуация по коронавирусной инфекции в нашем регионе остается стабильной. За последние сутки выявлено 10 новых случаев заражения. Соблюдая дистанцию, акция с таким названием прошла сегодня в районе Центрального рынка. Департамент по защите прав потребителей Октябренской области подведены итоги проделанной работы за 10 месяцев текущего года. В эфире программа «Факт» в студии Гаухар Тургаева. Здравствуйте! Кастак передает, сильные осадки и морозы ожидаются в ближайшие дни в Казахстане, сообщает пресс-служба РГП КАЗ Гидромет. Циклон с большим запасом влаги с центром над Екатеринбургом будет определять погоду большей части Казахстана. Пройдут осадки местами сильный, преимущественно снег. Ожидается усиление ветра в северной половине с метелью, говорится в прогнозе погоды на 14-16 ноября. В тыл циклона на западные регионы страны, согласно сообщению, смещается холодный северо-западный антициклон. С 15 ноября прогнозируется прекращение осадков. Ожидается постепенное понижение температуры воздуха по всей территории республики. В ночные часы на большей части страны до 10-18 мороза, предупредили синоптики. Эпицитуация по коронавирусной инфекции в нашем регионе остается стабильной. За последние сутки выявлено 10 новых случаев заражения. Никаких масштабных ограничительных мер пока не предвидится. Об этом сегодня на брифинге рассказала главный сам врач области Нурсулу Беркембаева. Своё выступление главный сам врач области начала, как всегда, со статистики заражения. За последние сутки в регионе выявили ещё 10 новых случаев коронавирусной инфекции. Но, несмотря на то, что с каждым днём количество заболевших увеличивается, обстановка по-прежнему стабильная. На 12 ноября текущего года по области зарегистрировано 10 новых случаев COVID-19. Из них в городе Ахтюбе 6, они все местные случаи. И в Мартугском районе 4. Из них двое граждан, приехавшие из Российской Федерации Жамбульской области, прирост заболеваемости показал 0,3%. Между тем, вопрос, волнующий большинство горожан сегодня, отнюдь не количество заражённых. Заканчиваются школьные каникулы, а не так давно. Межведомственная комиссия выступила с заявлением, что при благополучной эпидобстановке со второй четверти некоторые школы смогут вернуться к традиционному формату обучения. Ситуация эпидемиологическая стабильная. Мы находимся в зелёной зоне, поэтому то решение, которое принято межведомственной комиссией о том, что со второй четверти начинают учёбу школы с количеством учеников 300. В штатном режиме оно будет. Сейчас проект постановления по Актюбинской области готовится. Напомнила санврач области о том, что несмотря на благоприятную эпидобстановку в городе продолжают действовать ограничительные меры в общепитах за соблюдением противоэпидемиологических норм следит специальная мобильная группа. Согласно последним данным, по статье 425 часть 1 административного кодекса Казахстана было наложено более тысячи штрафов на сумму свыше 121 миллиона тенге. Кристина Вейджи, Сулан Жубаев, программа «Факт». Ещё одна частная лаборатория открылась сегодня у нас в городе. Пока медцентр специализируется исключительно на ПЦР-тестирование. Новое оборудование позволяет в кратчайшие сроки узнать итог обследования. Для этого потребуется не более пяти часов. Наша лаборатория оснащена современными оборудованиями производства России, США, Германии и Китая. В настоящее время наша пропускная способность 800 анализов в день при максимальной нагрузке оборудования до тысячи анализов. Сейчас в настоящее время в связи с распространением коронавирусной инфекции в настоящее время берём ПЦР-анализы на коронавирусную инфекцию. Торжественное открытие состоялось совместно с представителями администрации области и антикоррупционной службы. Это уже пятая лаборатория в городе, которая будет проверять у актюбинцев наличие коронавирусной инфекции. Точная цена тестирования пока не установлена, однако управляющие уверяют, что она будет ниже 9 тысяч тенге. Отметим, что на сегодняшний день в нашем регионе ПЦР-тестирование прошли уже около 200 тысяч человек. Соблюдай дистанцию. Акция с таким названием прошла сегодня в районе Центрального рынка. Напомним, как говорят врачи, несоблюдение этого правила вполне может стать причиной заражения COVID-19. Работники местного молодёжного ресурсного центра останавливали горожан и проводили с ними профилактические беседы. Жителям и работникам рынка молодёжь советовала не пренебрегать правилами и учитывать нынешнюю обстановку с коронавирусом. Всем участникам акции вручались тематические памятки. Департаментом по защите прав потребителей Актюбинской области подведены итоги проделанной работы за 10 месяцев текущего года. Брифинг по этому поводу состоялся сегодня в региональной службе коммуникации. Всего за отчётный период в департамент поступило 477 обращений от граждан в письменной форме, по телефону, по личному обращению в ведомство, а также через задействованный канал, телеграм-бот и социальные сети. Из общего числа 238 жалоб потребовали конкретных разъяснений, 93 обращения перенаправлены в соответствующие структуры для рассмотрения, 146 потребителей получили положительное решение. При участии нашего департамента было возвращено 29 миллионов 300 тысяч тенге. Из них 59% это розничная торговля. То есть, если выражаться в суммарном отношении, 18 миллионов 945 тысяч тенге. На втором месте это бытовые услуги. Изготовление мебели, ремонт машин, химчистка. Это составляет 13%. Возвращенная сумма 1 миллион 158 тысяч. И на третьем месте это общественное питание. Это отказ в возврате средств потребителей за отмененные мероприятия свадьбы, там юбилеи. И эта сумма составила 3 миллиона 760 тысяч тенге. В соответствии с законом о защите прав потребителей, каждый гражданин в случае нарушения его прав может обратиться в суд. Двое потребителей в этом году судебные процессы выиграли. Им возмещен моральный и материальный ущерб за приобретенный некачественный товар. Также в суде и досудебном порядке рассматриваются иски в отношении отмененных рейсов ряда авиакомпаний. В пользу потребителей выиграно 3 судебных разбирательства. Кроме того, в департаменте отмечают, что не все граждане понимают, как действует оплата товаров и услуг через мобильный банкинг или посредством платежной банковской карты. Конечно, вы можете использовать Каспий Голд, если, допустим, идет электронная торговля. А когда мы идем, допустим, на рынок и когда мы рассчитываемся через Каспий Голд, это неправильно. Почему? Потому что именно операции с карточками, они в этом случае, именно продавец, торговец, он избегает уплаты налогов. То есть где-то 2,5% от суммы они выигрывают. И потребитель платит больше, соответственно? Нет, такого нет. То есть если на ценнике стоит одна цена, она в любом случае, хоть наличная операция, хоть безналичная операция, она должна оставаться единой. Потому что, да, встречаются случаи, когда на этом ценнике одна цена, а когда рассчитываются безналичным путем, они добавляют сумму. Это уже называется как обман потребителя. Ирина Гуть, Сергей Калашников, программа «Факт». РИА Новости сообщает. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему в Москве приняли извинения Баку за сбитый МИ-24. Это действительно беда, это трагедия. Погибли двое наших военных. В данном случае очевидно, что моментальная реакция президента Азербайджана и заявленная готовность провести беспристрастное расследование и наказать виновных позволили принять эти извинения, сказал он в интервью RT «Россия». Российский МИ-24 сбили 9 ноября в воздушном пространстве Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа. Еще один человек получил травмы средней тяжести. В Баку признали, что это была случайность, принесли извинения и выразили готовность выплатить компенсацию. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье «Халатное отношение к службе». В свою очередь российские следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним». Инцидент произошел во время эскалации в Нагорном Карабахе, но не помешал Армении и Азербайджану при посредничестве России заключить 10 ноября соглашение о прекращении огня. О новостях республики смотрите далее. Заметный прирост больных COVID-19 вновь зафиксирован в Казахстане. За прошедшие сутки зарегистрировано 638 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией передает TNG News со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19. Напомним, 10 ноября в стране зафиксировано 587 случаев коронавируса, 9 ноября – 564 случая, 8 ноября – 610 случаев. Всего в стране подтверждено 119 129 случаев, из них в Актюбинской области – 3395. В то же время в Казахстане за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 326 человек. Всего в стране количество выздоровевших от COVID-19 достигло 108 958 человек. Число больных коронавирусной пневмонии выросло за сутки на 179 человек. Вице-министр здравоохранения, главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов сообщил, что в красную зону по темпам распространения коронавируса вошли Кастанайская и Западно-Казахстанская области, передает TNG News. В красную зону у нас входят Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Западно-Казахстанская, Кастанайская области. В желтой зоне остаются Акмолинская область и Нур-Султан. Все остальные регионы в зеленой зоне, сказал Киясов на онлайн-брифинге в СЦК. Ранее в красную зону входил лишь Восточно-Казахстанская и Павлодарская области. По сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость с коронавирусом в Казахстане выросла на 1,7 раза. 45% заболеваемости по всей республике приходится на Восточно-Казахстанскую область. Значительный рост заболеваемости отмечается в Кастанайской области в 4 раза, в Западно-Казахстанской в 3,2 раза, в Павлодарской области в 2,7 раза. Кастак передает США, предоставил Казахстану оборудование и материалы на 1 миллион для борьбы с COVID-19. Американские дипломаты считают, что благодаря данному специализированному лабораторному оборудованию Министерство здравоохранения будет обладать более надежным диагностическим потенциалом для быстрого выявления COVID-19, а также обеспечение готовности к будущим вероятным и еще неизвестным пандемиям. Как ожидается, дополнительные лабораторные материалы на сумму более 700 тысяч долларов будут доставлены в течение ноября 2020 года. Правительство США выделило более 5,7 миллионов долларов для осуществления содействия борьбы с COVID-19 в Казахстане, сказано в сообщении Дипмиссии. Кастак передает трое погибли в ДТП в Туркестанской области. Среди погибших грудной ребенок. 12 ноября на 725-м километре автодороги Алматы-Ташкент-Термес водитель автомашины Део Некси, не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на металлический столб и опрокинулся в кювет. В результате ДТП на месте погибли трое родственников водителя, в том числе и ребенок. Сам водитель и еще один пассажир, доставленный с различными травмами, в больницу. Начато досудебное расследование. По данным Кастак, поезд сбил 8 лошадей под Уральском. Полиция нашла владельца животных. Машинист грузового поезда заметил животных, пасущихся на железнодорожных путях, и применил экстренное торможение, пытаясь избежать столкновения. Но наезд предотвратить не удалось. В результате погибло 8 голов лошадей. В общей сложности стоянка составила 14 минут, сообщили в административной полиции ДП на транспорте. Выяснилось, что лошади принадлежат 43-летней жительнице Западноказахстанской области. Женщина привлечена к административной ответственности с наложением штрафа в размере 5-месячных расчетных показателей. Кастак передает более 300 фур. Застряли на казахстанско-кыргызской границе, сообщают СМИ Кыргызстана. У КПП Актелек автодорожный образовался затор. Очереди для прохождения пограничного пункта ожидают больше 300 грузовых машин, говорится в сообщении. Для прохождения границы у водителей при себе должен быть результат ПЦР-теста. В итоге, по словам одного из дальнобойщиков, создалась многокилометровая пробка. Кастак передает, Каспийский тюлен внесен в Красную книгу Казахстана, говорится в постановлении правительства РК. Как уточняется, постановление вводится в действии по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования. Сейчас короткая реклама, сразу после которой смотрите. Ежегодно 14 ноября во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. На сегодня это одно из прогрессирующих заболеваний, которое легче предупредить, чем лечить. Сегодня Международный день слепых. Всемирная дата, призванная привлечь внимание людей к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации. На Актюбинской станции юных натуралистов пополнение. Лебеди, которые сейчас пытаются прижиться. Редких птиц станции подарили неравнодушные актюбинцы. Здравствуйте, меня зовут Акбек, я главный менеджер по финансовой поддержке фонда Дому. На сегодня одной из основных проблем для развития предпринимательства являются высокие ставки по кредитам для бизнеса. В рамках государственной поддержки бизнеса фондом Дому осуществляется субсидирование ставок вознаграждения банка второго уровня по программе «Дорожная карта бизнеса-2025». Механизму экономика простых вещей, проектом «Про.ОН» и программы «Нурлозер». Субсидии позволяют предпринимателю снизить процентную ставку по кредиту до 6% годовых. Для получения субсидирования предпринимателю необходимо в первую очередь обратиться в банк, получить от них решение об одобрении кредита и в дальнейшем обратиться в фонд Дому для получения субсидирования процентной ставки. Подать заявку на получение субсидий можно не выходя из дома. На сайте online.domu.kizir Рақат дегеніміз бақыттың қуатында икені дәлілденген. Өзіңізді және жақындарыңызды эспрессо, кофейниасының тіл үрерлі татлермен еркелетіңіз. Торттардың кейінтан дауы, кес-келген талғамға сайкес дайыны және тапсырыспен жасалады, жем қосылған пирогтар, және дәнді пицца. Мерекемен қарапайым күндеде қуаныш сыйланыз, эспрессо, кофейниасы, локомотив кинотеатрында. Какую мебель вы предпочитаете? Уютную, роскошную, надежную, всегда актуальную классику с комфортом премиум-класса. В салоне «Диван-Диваныч» традиционное качество от известных брендов Белоруссии и России. Элитная мебель в итальянском стиле. Для гостиной, для кухни, для спальни. Обеденные группы из массива бука. Шикарная мягкая мебель. Салон, Диван-Диваныч. Проспект Кенесонокина, 13-Б. Жанажыл қарсаңында ғажайып күтіп жүрсеніз, қысқорманға келіңіз. Земнесат Мерамханасы сіздің компанияңызға арналған жанажындық шау бағдарламасын ұсынадым. Сіздерді сейқырлы мерекелік кеште көптеген қызықтар, сайстар, және сыйлықтар, және де басқа ғажайып тосын сыйлар күтіп дем. Бәсекелістерден ғозып, дәл қазыр. Өзіңіз және достларымыз үшін ең жақсы жанажылды. Бұл жайғаны күйе әр код емес. Бұл біздің қаламыздың радиосы. Сканерледе рекатывы нүкте кезет сайтында, онлайн тұнда. Бір леп басып толқын келес. Дәл қазыр қосыл. Эврика газеті баспан ұсқасында сәрсен бі күні шығады. Эврика газеті электрондың ұсқада кез келген күні оқылады. 3W нүкте рекатывы нүкте кезет сайтында жаңа номермен материалдардың мұрағаты, фотосуреттермен бейнелер, сауынамалармен байқаулар және тағыда көптеген қызықты нәрселер бар. Оқыныз, сәттеме берді көптеген қақырып және айыз. Эврика газеті. Продолжим новости. Ежегодно 14 ноября во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с диабетом, учрежденный в 1991 году Международной Федерацией диабета и Всемирной Организацией здравоохранения. На сегодня это одно из прогрессирующих заболеваний, которое легче предупредить, чем лечить. Сахарный диабет входит в число значимых медико-социальных проблем современного общества, требующих неотложного реагирования. На сегодняшний день сахарным диабетом в мире болеют более 400 миллионов человек. При этом каждый второй взрослый не диагностирован, сообщает Курсив КИЗ. По расчетам Международной Федерации Диабета, 735 200 казахстанцев в возрасте от 20 до 79 лет живут с этим заболеванием, протекающим по двум типам. На сегодняшний день мы используем разные лечения по сахарному диабету. У нас в Октябрьской области около 14 тысяч людей болеют сахарным диабетом первого типа и второго типа. Особенно сейчас часто встречается первый тип у детей, у подростков, у молодых людей. Это связано с дефицитом и абсолютным дефицитом инсулина. В 2020 году подчеркивается особая роль медицинских сестер в жизни пациентов с сахарным диабетом. Их уход и поддержка имеют жизненно важное значение. Сегодня, согласно данным ВОЗ, медсестры составляют 59% от общего числа специалистов здравоохранения. В их помощи нуждаются люди, которые не только живут с диабетом, но и подвержены риску его развития. К тому же около половины людей, страдающих с сахарным диабетом второго типа, ничего не знают о своем заболевании. Часто от появления первых симптомов до постановки диагноза могут пройти годы. Поэтому важно обращать внимание на чувство жажды, потерю веса, сильную утомляемость, плохое зрение и вовремя обратиться к врачу. И придерживаться несложных профилактических мер. Правильно питались в первую очередь, занимались физической нагрузкой, активность должна быть обязательно. Постоянно проверялись у своего врача по месту жительства. Также, если высокий сахар, например, больше диапазона, обязательно нужно наблюдаться у эндокринолога по месту жительства, чтобы не было осложнений, своевременно встать на учет. Напомним, сахарный диабет может стать причиной серьезных последствий. К ним относятся слепота, ампутация конечностей и почечная недостаточность. Ирина Гудь, Сергей Калашников, программа «Факт». Сегодня Международный день слепых. Всемирная дата, призванная привлечь внимание людей к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации. В библиотеке для незрячих и слабовидящих сегодня прошел день открытых дверей. Бесплатный медосмотр инвалидов по зрению провели врачи оздоровительного центра «Арасан». Масад Тюлигенов – ценный работник этой библиотеки. Будучи незрячим, он ищет любую возможность облегчить жизнь коллегам по несчастью. Пишет проекты для создания библиотеки будущего, хочет открыть каворкинг-центр для незрячих и мечтает в будущем стать директором библиотеки. На данный момент не хватает. Единственная у нас проблема – это литературу по системе брали именно на казахском языке государственном. В это же время в соседнем кабинете для посетителей библиотеки врачи провели бесплатный медосмотр. Ежегодно планово у нас в Арасан-Актове делаются профилактические осмотры, медицинские осмотры. Но сегодня как раз приурочили ко дню Международного ген-эндокринолога. Мы все с нашей предприятий пришли на медицинские осмотры. Наша цель, чтобы они не болели, выявляем, если есть какие-то патологии. Специальная библиотека для незрячих и слабовидящих открылась в нашем городе еще в 1967 году. Здесь свыше 40 тысяч книг и полторы тысячи постоянных читателей. Ну, нам бы хотелось, нашим читателям хотелось бы, наверное, современным, хорошим зданием, чтобы находилась наша библиотека. С современными технологиями была оснащена наша библиотека. Наверное, вот это. Максат Касабеков, Алексей Уразов, программа «Факт». Сегодня на базе университета Жубанова открылась библиотека. Кладезь знаний более чем с миллионом книг электронного и бумажного формата будет встречать своих читателей в пяти обновленных читальных залах, которые можно будет посетить теперь и через специальное мобильное приложение. Читальные залы и библиотеки теперь будут работать с применением новых технологий. Вместительная база данных, на счету которой более 130 тысяч записей, уже доступна в мобильном приложении. С помощью электронного каталога любой желающий сможет найти нужную ему книгу. Долгое время мы думали, как улучшить условия обучения наших студентов и решили, что нужно начать в библиотеке, где находится основной запас знаний и труды наших профессоров и выпускников. Библиотека соответствует всем технологическим требованиям, и мы рады видеть каждого в рядах наших читателей. После открытия библиотеки для присутствующих была проведена экскурсия, где был представлен новый каворкинг-центр, три интернет-зала и пять залов периодических изданий. В честь открытия преподаватели университета Жубанова вручили в дар библиотеке 86 книг собственного авторства, а ректор университета Бауржан Ердимбеков отметил самых выдающихся педагогов этого года благодарственными письмами. В дальнейшем в электронной версии этой библиотеки будут доступны и международные книжные базы, уже на иностранных языках. А имеющиеся на полках учебные издания планируют снабдить чипами и QR-кодами, чтобы их было легче найти в случае пропажи или потери. Томирис Шумабаева, Сергей Калашников, программа «Факт». На Ктюбинской станции юных натуралистов пополнение. Лебеди, которые сейчас пытаются прижиться. Редких птиц станции подарили неравнодушные актюбинцы, которым пришлось вызволять птиц из беды. Эту птицу накануне в жилом массиве Создинский на территории одного из частных домов заметил мужчина, житель Атравской области. Птица вроде бы без видимых ран, но не улетела и явно нуждалась в помощи. Неравнодушный мужчина самостоятельно поймал лебедя и привез на станцию юных натуралистов, передав в заботливые руки специалистов. Лебедя разместили в вольере, его пол пока не определили, но уже назвали куркем, что с казахского языка переводится как «красивая». Здесь же в соседней клетке живут еще два символа любви и верности. Одного еще в прошлом году спасли из лужи нефтяных отходов. Как птица туда угодила, неизвестно. Лебедь уже подрос и еще одну птицу привезли недели две назад из микрорайона Батыс-2. У нее травмировано крыло. Чувствуют себя лебеди хорошо, но сотрудники станции говорят, что из бюджета на содержание птиц и других животных деньги не выделяются. Поэтому просят отозваться горожан, которые могут помочь с кормом. Сейчас нам нужны спонсорские помощи, которые от компаний для наших животных в нашем городе занимаются, которые птицеводством, местной промышленностью. Вот нам нужны от них как спонсорские помощи для наших животных. То есть вы существуете не на бюджетные деньги? Нет, только у нас корм нам привозят спонсорские компании. Особенно дети любят очень наших животных. Они любят записываться в кружках, потому что у нас проходит зоотерапия. Есть аквариумы у нас. Какие у вас кружки? Поподробнее расскажите. У нас животные вокруг нас есть. Есть юный орнитолог, мир цветов, еще какие. Зеленая аптека есть. Ну, все связано с этой природой. Помимо лебедей на станции есть два павлина и хищники семейства ястребиных. Чаще всего пернатые попадают на станцию ранеными. Работники станции наблюдают за их восстановлением. Ну и помимо аптет, в мини-зоопарке живут канадский волк, кролики и другие животные. Лиза Сакива, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Праздник под названием «День доброты» отмечается сегодня во всем мире. Уделить этому дню дату 13 ноября было решено по инициативе Всемирного движения за доброту в Сингапуре 20 лет назад. Какие поступки, по мнению населения, отражает это ценное качество людей и чья работа считается по-настоящему доброй, расскажем в следующем сюжете. В «День доброты» по всему миру, как правило, проходят различные благотворительные акции в помощь нуждающимся людям. А крупные общественные организации проводят мероприятия и семинары на тему улучшения общественной жизни. На сегодняшний день доброта человека, как можно заметить, заключается в простых мелочах, как, например, оказание полезной услуги или поддержка окружающих в трудной ситуации. Как проявлять добро? Не надо проявлять зла, и это уже, считай, можно сказать, добро. Никому не портить настроение, никому не переходить дорогу. И все. Не мешай никому, и всем будет счастье. В улыбке. В доброте, в помощи. Сегодня всемирный день добра? Не знаю, в помощи, в взаимопомощи. Ну, наверное, в уважении. Так думала. Например, в этот непростой период, как в пандемии, вообще, как люди должны доброту проявлять? Помощь, что-то... Терпение. Самое первое, в очередь, терпение надо. День добра мы не могли не вспомнить о деятельности волонтеров, которые, как никто другой, хорошо знают, что такое по-настоящему добрые поступки. Сейчас в нашем регионе насчитывается около 10 организаций, активистов и волонтеров, куда в основном ходит неравнодушная молодежь. Наши волонтерские движения занимаются непосредственно помощью нуждающимся, действительно нуждающимся людям. У нас создана ревизионная комиссия, которая проверяет информацию, которая нам предоставляется. То есть, может обратиться не только тот, кто нуждается, могут просигнализировать соседи, знакомые, ну, любой человек. И мы обязательно поедем, проверим информацию, побеседуем с человеком. И уже, когда ревизионная комиссия скажет, что да, действительно человек нуждается, там, не трехкомнатная квартира с евроремонтом, наша команда поможет, окажет максимальную помощь. Алексей Васин уже 6 лет занимается волонтерской деятельностью. Свободное от работы время, по его мнению, лучше потратить на полезные дела. На счету организации, в которой он состоит, немало проделанной работы. Это и помощь нуждающимся семьям, одиноким пожилым людям, поиск пропавших людей и сбор средств на лечение граждан со сложными заболеваниями. Ну, за период карантина мы точно, получается, развезли продуктовые наборы, весом по 35 килограмм, 3000 семей и более мы, получается, развезли. Это мамы-одиночки, многодетные мамы. Но основной упор у нас был изначально на одиноких бабушек и дедушек, потому что они были в зоне риска по заражению, и мы развозили их в первую очередь, сотрудничали с ОБЕСом, нам предоставляли списки, и мы уже развозили в специальных противочувных костюмах, в респираторах, все как положено, обрабатывали, сами готовили растворы антисептические. То есть, все полностью стерильно, бесконтактная передача. О своей работе юноша говорит, что большинство добрых дел кажутся незаметными, так как все это делается не на показ, а от чистого сердца. И в будущем не планирует бросать волонтерскую деятельность, а наоборот хочет организовать и собственное движение на пользу обществу. Тамирис Шумабаева, Сергей Калашников, программа «Факт». Футболист Санкт-Петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба не согласился на условия шантажиста, который потребовал с него 5 миллионов долларов за неопубликование интимного видео с участием спортсмена. В настоящий момент ведется расследование по этому делу. Как сообщила фонтанка, личность шантажиста известна как Дзюбе, так и правоохранительным органам. Футболист встречался с этим человеком, чтобы записать разговор с ним. Ранее в сети появилось видео интимного характера с участием Артема Дзюбы. После этого главный тренер сборной России Станислав Черчесов отстранил футболиста от участия в играх национальной команды.